Привет, ребятки! Давно не виделись, аж целую неделю. Выпускать стал чаще, соскучился. Да и что греха таить, японский туалет сам себе не купит, знаете ли. Сидел я такой и думал, а вдруг вам мало лет, вы начинающий геймер и даже игр нормальных не нюхали. А я-то человек пожилой, теребонькал джойстик, пока половина моих зрителей еще была зиготами. Поэтому, почему бы вашему покорному слуге не погрузиться в ностальгию и не поведать о величайших играх всех времен и народов? Естественно, по моей версии. Поехали! Сразу предупрежу, иногда будет пахнуть валидолом и валокордином, так как некоторые игры, возможно, будут старше вас. И первый такой экземпляр будет Fallout 1 и 2. Почему не 3 и 4? Потому что кому нужно 3D, когда есть богоподобное 2D? Игра сразу говорит, здесь ядерный пиздец. Ничего подсказывать не буду. Тут постапокалипсис. Вот тебе пиксели размером с палец. Это, кстати, ты в гейском комбинезончике. Прикольно, да? Пиздуй искать, например, вот эту херню. У тебя 150 дней, иначе все умрут. Удача. И ты такой, а где эту херню, мать твою, искать? И какого хрена меня здесь пытается убить абсолютно все, даже сраные кактусы? Причем успешно. Мир здесь суровый, жесткий. Повсюду рейдеры и бандосы. Диалог с которыми почти всегда будет строиться так. То, что ты пидор, ёпта. Может, ты и пидор. И далеко не в твою пользу. Поэтому первые часы лично мне пришлось шариться по мусоркам и толчкам, дабы обменять всякий хлам и липкие порно-журналы на хоть какое-то оружие и патроны. И вот ты прокачался. Затарился кожанкой и короткостволом. И тебе вроде бы кажется, что теперь ты царь зверей. И легко с вертухи расправляешься с любым отрядом бандитов. Как тебя сразу опускает на землю подобное. Даже несмотря на изометрию и допотопную графику, первые два фоллаута это, пожалуй, лучшая пошаговая РПГ всех времен и народов. Я, кстати, делал полный мультобзор про фоллауты. Можете глянуть вот тут. Дальше идет Half-Life 2. Почему именно второй? Потому что первый, к сожалению, прошел мимо меня. А вторую Half-у по праву считаю одним из лучших, если не лучшим шутером в истории. Старина Габен знал толк в создании игр, пока не узнал толк в щекелях. Из-за чего даже разучился считать до трех. Когда я первый раз увидел второй Half-Life, я не поверил своим глазам. На то время эта графика и физика казалась просто невероятной. Да и по сей день все выглядит достойно. Все элементы этой игры выполнены практически идеально. Это отличное приключение, где КМС по физике Гордон Фриман пробивает себе путь монтировкой сквозь толпы тупых гуманитариев. Попутно кадрит Тян и ее батю, при этом за всю игру не сказав ни слова. Красавец, уважуха, тупо альфа. Надеюсь, лет в 70 я все-таки увижу третью часть этой франшизы. Третьим в списке у меня идет Принц Персий, именно вторая часть, потому что мрак, кровь, песок и тяжелый металл. Помню, влюбился в эту игру с первой заставки. С этой игры у меня появилась первая вайфу. Вернее, даже две. Я вот даже сейчас вспоминаю, и мне хочется перепройти этот шедевр. Да, графика, конечно, по нынешним меркам не выдерживает никакой критики. Но какой здесь экшен, атмосфера и особенно музыка? Если вкратце, то боевой акробат Королевских Кровей хочет снять с себя проклятие песков времени, которые подарили ему способность обращать вспять и замедлять время. Суть проклятия, что за принцем начинает охотиться черный, здоровенный и бессмертный сучара. Поэтому главный герой отправляется на остров, где на толпу мужиков всего две бабы, дабы разрушить эти чары. Паркур в этой игре был еще до того, как это стало мейнстримом. Ассасин Скрит, кстати, насколько мне известно, изначально должен был позиционироваться, как продолжение Принца Персий. А сейчас мы поговорим о моей самой любимой серии игр. Первая и вторая Готика. Особенно вторая. Эта РПГ настолько крута и насыщена, что я возвращаюсь к ней примерно раз в год. Внимание! В течение уже 14 лет! И постоянно открываю в ней что-то новое. Вообще, это моя первая хардкорная игра. В детстве, без интернета, я проходил ее почти целое лето. И только когда я ее прошел, через несколько лет я узнал, что оказывается, я не знал, что можно блокировать. И что под Хоринисом, оказывается, находится целая гильдия воров. Иди нахуй! Я авторитетно заявляю, что Готика 2 Ночь Ворона намного сложнее, чем Дарк Соулс. Это просто гениальная игра. В ней круто все. Все здорово. Женился бы. Мультобзор, кстати, на нее тоже есть. Идем дальше. И что тут у нас? Снова ролевая игра. Вампир Bloodlines The Masquerade. Эта игра совмещает сразу два ништяка. Первая. Она очень похожа на Готику. Вторая. Ее разрабатывали создатели первых фоллаутов. Автоматический шедевр. Бэм! Ты ебанушка! Итак, чем же все-таки примечательна эта игра? В ней придется очень много сосать. Кровь. Да, смиритесь. Теперь вы... Кровосися! Итак, ночью в баре наш герой снял женщину. После жаркой ночи вы заразились вампирством. Старшие кровосиси вас не убивают. Но с одним условием. Никому ни слова, что ты вампир. Ну да, действительно. Вообще практически незаметно. После этого предстоит найти свое место в этом мире нежити и сыграть решающую роль во всем этом сверхъестественном звездеце. Игра шедевральна. Так что, если хотите лучший симулятор Блудсасера, это единственный верный вариант. Скоро, кстати, выходит вторая часть. Ну, а теперь игра, без которой не было бы доты, Лиги Легенд и, скорее всего, вообще жанра моба. Это Warcraft 3. Если ты не играл в Warcraft, значит ты не знаешь, что такое «Опять работа». Жизнь за Нерзула. Я не видел женщин уже 10 тысяч лет. Ты не знаешь, что можно быть выше дома, в котором живешь. И что такое ополчением захватить базу противника. К сожалению, жанр стратегии нынче не особо востребован. Поэтому я просто не могу вспомнить ничего более великого, чем Warcraft. Надеюсь, Близзарды все-таки соберутся и таки выкатят новую полноценную четвертую часть военного ремесла. Так, экшен был, шутер был, РПГ целых три штуки, стратегия... Ээээ... Инди! Из инди-проектов, несомненно, первое, что я назову, это «Инсайт». Это офигительный платформер, где не совсем понятно, бежишь ли ты от кого-то или куда-то. Бежишь сам, или это всего лишь твоя зомби-программа. В этой игре великолепно все. А концовка так вообще срывает крышу. Ее можно пройти за несколько часов, поэтому особо про нее ничего говорить не буду. Лучше просто поиграйте. Ну и напоследок. Серия «Ведьмак». Ну как можно обойти стороной этот польский шедевр, который держал меня у экрана не одну неделю? Богатая книжная основа делает сюжет «Ведьмака», пожалуй, самым детальным. В этот мрачный, жестокий мир сразу погружаешься с головой, ощущая себя эдаким средневековым Блэйдом. Много разглагольствовать не буду, так как тоже есть отдельный видос. Многие, наверное, сейчас скажут «Эй, эй, а как же гонки? Где гоночки?» Ну или симуляторы там. Лично я считаю, что гонки и спортивные симуляторы не особо-то отличаются от серии к серии. И выделить что-то значимое я, к сожалению, не могу. Хотя подождите. Что это? Откуда это? Да это же первый андеграунд! Хорошо, в качестве исключения упомяну первый андеграунд. Эта игра, по сути, родоначальник тюнингов гоночных игр. По крайней мере, до неё я подобного нигде не видел. Всё в этой игре было стильно. Мы даже впервые с друзьями ходили друг к другу в гости не ради однополой любви, а чтобы заценить тюнинг, точил друг друга. Эх, вот были времена. Трек-лист из этой игры, я, кстати, слушаю по сей день. На этом, пожалуй, я закончу свой ностальгический экскурс. Надеюсь, я сейчас посоветовал вам хотя бы одну игру, в которую вы ещё не играли. Пишите в комментариях свой список лучших игр. Мне действительно интересно почитать. Ну, а на этом всё. Подписывайтесь на канал и обязательно на страничку ВКонтакте. Я иногда пишу там что-нибудь интересное. А также ставьте лайк, не болейте и до новых встреч! Сися!